Привет, друзья! Это новый формат видео. Мы его постарались рассказать об отдыхе, рассказать об отеле, о номере. Сейчас вы, в принципе, все посмотрите. Не отписывайтесь, пожалуйста, от канала. Значит, тут вот такой балкончик небольшой. Вид из балкона, в принципе, на стену. Ну, это нам только так, я думаю, не повезло. У других, я думаю, номера получше. Сейчас посмотрим, что здесь в самом номере. Значит, постараюсь показать. Значит, что тут? Стулья, мебель, телевизор. Что тут еще есть? Две кровати, одна, вторая кровать. Из того, что мне не понравилось, мы втроем, я, жена и ребенок. И идет, получается, два вот таких вот одеяла. Хотя деньги за троих берут, но одеяла почему-то дают два. Есть тут еще у нас холодильничек такой подуставший. Замороженность, какая-то вода, что-то сок какой-то непонятный. И все такое. Кондиционер, значит, есть. Что тут еще у нас интересного? Мебель. Вход, как, в принципе, в этих всех отелях стандартно. Карточка вытаскивается, свет отключается. Никакие гаджеты вы зарядить не сможете. Что тут еще? Ванная, санузел. Ну, тут санузел это самое такое. Вот есть одно ведро. Оно, в принципе, маленькое здесь. Других ведер больше нет. Что тут еще у нас есть? Есть. Сейчас я закрою душ такой. Ну, такое все, конечно, подуставшее. Подзамученное. Вот такая идет стеклянная перегородка. Когда ты моешься, получается, здесь дальше никакой не занавески. Ничего нету. И вода все течет на пол. Здесь все мокрое, хлюпает. Вот так вот, в общем. Подуставший такой умывальник с какими-то следами. То ли пожара, то ли чего. Какие-то следы здесь. И самое такое вот, так сказать, нежданчик. Если вы увидите, да, я думаю, вы увидите. Вот капли на потолке. С потолка что-то стекает. Это я напомню, пятизвездочный отель. Все тут такое, конечно, подугаженное, подубитое. Ну, это на самом деле не так страшно. Кроме того, что вода вот так вот с потолка течет. Сейчас мы постараемся посмотреть, сколько до моря от моего номера. Что я хочу заметить. Например, вчера вот приходили к нам убирать. Тут, в принципе, каждый день они убирают. Я такого, конечно, ни в одном отеле не видел. Когда ты находишься в номере, закрылся, тебе все равно заходят. Несправильно, что смотрят, что ты там лежишь на кровати. И все равно убирают. Такое вот достаточно интересное это. Сейчас посмотрим, что тут еще есть. Короче, мы придем в Севастополь, мы к залу подойдем. Смотрите, так, что тут у нас есть. Вот детский клуб. Называется Губка Боб. Сейчас посмотрим. Тут какой-то, не знаю, то ли теннисный корт, то ли что. Выглядит это все весьма и весьма печально, как вы видите. Единственное, что здесь есть из развлечений для детей, это вот этот вот горка-слон. Слон-горка. Какая-то скамейка и какая-то ерунда непонятная. Давайте пойдем дальше, посмотрим, сколько здесь у нас до моря вообще расстояния от отеля. Кстати, хочу заметить, если вас подселят вот в эту вот часть, где я живу, тут сразу как бы к морю выход и так далее, но здесь воняет. Здесь какая-то канализация или что-то типа того. Вот такое вот есть. В принципе, мы вот спускаемся вниз, значит, с номера и практически вот пару шагов делаем. И вот уже у нас здесь проход к морю. В общем, это здесь есть выбор, пойти либо к морю. Вот тут, кстати, детская такая есть площадка. Все для детей и так далее. Есть здесь вот бар, он работает с 12 часов, я так понимаю. Нет, даже не с 12, а с 10. Этот бич-бар, пляжный бар. Тут кормят, есть еда и все остальное. Вот здесь вот во второй половине дня готовят лепешки на полу. Сидит узбечка и она их готовит. Не знаю, кому нравится, кому нет, мне не очень понравилось. Давайте пойдем к морю посмотрим. Тут вот можно купить одежду. Они, кстати, возят в экскурсии вот эти все так называемые, купить одежду, обувь и все остальное. Еще, друзья, я хочу рассказать про развод. Белорусы, как тут разводят? Поехали на шопинг. В чем суть этого шопинга? Тебя бесплатно везут, чтобы ты себе что-то купил из одежды, из обуви и так далее. Ну, меня, как одессит, естественно, сразу напрягло слово бесплатно. Зачем это кому-то надо? 10 километров от отеля везти к какому-то магазину и вообще. Ну, зачем это? Ну, белорусы, естественно, поехали. Они поехали туда, приехали на место. И что там? Начали ходить, выбирать. Куртка, они мне рассказывали. Куртка демисезонная, кожаная, не знаю, хорошая, плохая, неважно. Цена, вот тут я чуть не упал, 1800 долларов. Ну, если бы я такое услышал, я, естественно, развернулся бы и свалил. Но они, как бы, такие люди более интересные, начали торговаться. Что они там торговались, торговались, типа, в половину цену сбили. То ли 1000, то ли 900. Они еще торговались. Мы там уйдем, мы там придем. Там чуть ли не директор какой-то подставной, не подставной, не знаю, этого магазина пришел. Они с ним разговаривали, долго торговались. В общем, за 400 долларов они взяли две куртки. Мужу и жене по куртке. По 700 долларов две куртки получилось. Ну, я не знаю, такие цены изначально вообще ставить и в дальнейшем опускать, это чистой воды развод. Поэтому не ведитесь на бесплатные разводы, на все эти дела. Такого сильно много денег лишних, никуда их потратить. 32 тысячи можно купить квартиру. Один плюс один, это считается двухкомнатной, наверное, наши понятия. Значит, и вот практически раз, и мы уже вышли к морю. Видите? Раз-два. Очень близко, конечно, нахождение к морю. Уже люди, например, даже 7 утра купаются и так далее. Вот, постараюсь вид показать. Вот это, в принципе, идет вид на отель. Вот горы. Вот встает солнце. Сейчас оно засветит нам объектив. Вот такой вот вид. В отеле можно жить там 5 этажей. Есть разные номера. И все такое. Друзья, вот в плане бассейна, допустим, сейчас в 7 утра. И уже, как вы видите, многие лежаки у нас заняты. Поэтому, если хотите занять место, скажем так, с утра возле бассейна, то приходите в 7 утра и занимайте место. Вон горка. Она еще не работает. В 11 часов она включается. Я вчера решил, что я из Одессы. Хорошо умею плавать. И вот здесь вот решил поплыть, поплыть прямо. Зашел здесь, обплыл вот этот пирс, мостик, как угодно бетонный называть. Обплыл его вот так вокруг. Там, если вы видите, далеко там люди, где плавают. Вот я вот когда плыл, я отсюда начал заплывать, получается. И тут у меня было небольшое разочарование. Тут камни, получается, находятся достаточно высоко. Можно об них побить ноги, руки и так далее. И вообще, что я хочу, друзья, заметить. По поводу всех этих пляжей и так далее. Вот мое мнение личное. По поводу Турции, по поводу Египта и так далее. Одесса лучше, я считаю. Одесса, Коблево, гораздо лучшие пляжи. У нас нет, во-первых, никаких гадов морских, которые могут тебя укусить, скажем так. Которые могут и не доехать назад уже потом. Второй вопрос, что тут же везде скалы, горы и так далее. И вот видите, даже вот валяются камни, каменюки различные валяются и так далее. Плавать реально, если вы хотите плавать, вы плавать умеете, вот как я. То, конечно, очень, очень, можно сказать, это все неудобно, друзья. Поверьте, в плане плавания. Потому что особого удовольствия вы не получите. Приезжайте к нам лучше в Одессу. И гораздо у нас пляжи лучше, я считаю. В плане того, что плавать. Если вы хотите, нигде ноги не побьете. Никаких волн вас не будут накрывать, никакие камни выносить. Что я хочу заметить по поводу вообще отеля в целом. По поводу питания. Я к питанию человек вообще непривередливый достаточно. И, в принципе, я спокойно к этому отношусь. Меня в плане питания все устраивает. Многие там, конечно, говорят, что что-то там не хватает. Что-то не хватает. Ну, в принципе, питание здесь идет на уровне той же, того же Египта. И в этом плане особых каких-то проблем я не вижу. По поводу обслуживания. Я уже номер свой показывал. Ну, это такие, конечно, недостатки в этом плане есть. В плане того, что там голодным вы не останетесь. Работают здесь, кроме того, что трехразовое питание, бары, кафе, рестораны и все остальное. Можно там перекусить. Можно что-то взять себе поесть, попить. Проблемы особой не будет в плане этом. Сможете легко поправить свои силы. Алкоголь, местный алкоголь, капучино, кофе. Все, что хотите, пейте. Никаких проблем в этом нет. Тут я уже, так понимаю, я зашел в территорию другого какого-то отеля. Ну, оно тут, пляж связанный. И можно, в принципе, пройти, посмотреть, что тут есть. Интересно, что я еще хотел рассказать. По поводу того, если бы я выбирал, где отдыхать и так далее. Я бы, наверное, все-таки, если вы первый раз едете. И выбирать между Турцией, между Египтом. Я, наверное, все-таки выбрал бы Египет. Туда лететь чуть-чуть дольше. Но вопрос в том, что там, в принципе, процентов 30, это все дешевле. Даже я покупал там сувениры и все остальное. Тоже оно там все дешевле. В принципе, экскурсии те же. Все дешевле. В плане сервиса, все-таки, я, наверное, сказал бы, что в Египте лучше, чем в Турции. В Турции тут, как бы, с этим гораздо похуже. К сожалению, даже дело не в турках. Вместо дела в тех людях, которые здесь работают. Вот это наши с вами сограждане, плюс там граждане бывших СССР, всякие узбеки, всякие эти. И они, не все, конечно, ничего не хочу сказать, но многие портят в значительной мере впечатление от пребывания в Турции. А так, конечно, климат здесь хороший, все жарко. Вот сейчас сентябрь месяц 34 градуса, вода 28 градусов, за лето нагрелась в море. Бассейн не вообще теплая. Горы, леса, очень красиво. И хочу заметить по поводу того, что Турция действительно развивается. Я там сделаю какие-то проводки. Может, вот когда я ехал, я, конечно, увидел, что производство различное работает. Все работает, все развивается, все, скажем так, строится. От пластика производства до различных там камней. Из камня очень много они что делают. Плитку делают тротуарную, кирпич. Все что угодно. Везде идет какое-то производство. У нас, как вы знаете, в Украине такого в принципе нету, к сожалению. Ну что, друзья, если видео понравилось, ставите пальцы вверх. Не забывайте подписываться на мой канал. Благодарю за внимание. Пока-пока-пока.